Персональный парад для каждого ветерана. Перед домами ветеранов Великой Отечественной войны прошли парадные расчёты Министерства обороны. В торжественных смотрах приняли участие знамённые группы Министерства обороны, батальона спецназначения, парадные расчёты роты почётного караула, батальона спецназа, стрелковой бригады и учебной роты. Принимал парады президент Анатолий Бибилов. 75-й раз мы отмечаем праздник Великой Победы – священная война, ставшая залогом победы и самоотверженной борьбы всего советского народа. Свыше 22 тысяч уроженцев Южной Осетии стояли насмерть во имя Родины. Амиран Чочев со слезами на глазах и словами благодарности поприветствовал марширующих. Чочев в 1944 году был направлен в военное училище в город Кировобад. Службу проходил в составе 124-го запасного стрелкового полка 406-й стрелковой дивизии. Удостоен медалей за победу над Германией, за боевые заслуги, указом президента Анатолия Бибилова, награждён медалью во знаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии. Далее парадные расчёты прошли под окнами ветерана Григория Николаевича Кукоева. Он принимал участие в обороне Сталинграда в составе 5-й гвардейской десантной бригады. В ходе боевых действий получил осколочные ранения, награждён орденами Отечественной войны первой степени, красной звезды, медалями за оборону Сталинграда, за оборону Кавказа, за победу над Германией, указом президента Южной Осетии во знаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии. Промаршировали солдаты и перед домом Ильи Николаевича Кусраева. Он в 1944 году был призван в армию, проходил службу на границе с Турцией, награждён орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу, за победу над Германией. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поприветствовала солдат и офицеров национальной армии Евгения Александровна Алборова. Во время войны она работала медсестрой в ВЭВА-госпитале, который располагался в здании второй школы. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалью за оборону Кавказа, за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи, товарищи! Великой Отечественной войны! Сегодня мы, внуки и правнуки тех, кто не жалея жизни, сражался и погибал, должны помнить и чтить их подвиги. Никогда не исчезнут из памяти народная гордость за великую победу, память о страшной цене, которую за неё заплатили. Елена Газаева, Аида Кочиева, информационный выпуск сегодня.